здравствуйте мои дорогие друзья гости постоянные зрители моего канала и так как я говорила бывает время разлуки но бывает время встреч берем мой уже телефон загруженным данные последнего нашего видео и выбираем случайный комментарий что вот эта прекрасная брошь стала нашла свою хозяйку и так я на вы истинной хозяйка хрустальной горы понят что я слава богу в квартире не на горе броши в показы аристократы очной красоты благодарю прекрасный комментарий и это комментарии сейчас мы вот нажмем и на фокс и на фокс у нас получает вот эту брошь и на вам следует теперь связаться со мной в обернуться в telegram и как связаться со мной есть под информационным я напоминаю это брошь от компания бск вот есть в информационном блоке под видео то есть нажимаете кнопочку еще где вот написано название ролик ролика и там разворачиваться и прям связь со мной как связаться и в первом закрепленном комментарии также если вы хотите выигрывать подарки на моем канале вы должны подписаться если вы еще не подписаны потому что я использую рандомайзера только для подписанных на меня людей и поставить лак и оставить положительный или нейтральный комментарий за 7 потом вы я выбираю его и вы становитесь счастливым обладателем того или иного украшения я вас искренне поздравляю с победой и это брошь ваша и мои дорогие я вас искренне поздравляю что нас теперь уже даже чуть больше десяти тысяч человек это наша с вами первая большая победа и это просто замечательно сразу предвижу вопросы сразу предвижу где мефодий где мефодий мефодий трудно отходит от наркоза что и как давайте мы оставим это за кадром вот поэтому поэтому вот сейчас так и давайте мы с вами будем наслаждаться тем зачем мы принципе с вами и собрались посмотрим украшение у нас сегодня показ оля солянка солянка мы так называем с вами уже давно так у нас вот такой вот прекрасный чокер хрустальный чокер никаких здесь как говорится вы махонов крупные красивые кристаллы удлинительная цепочка все заканчивается вот таким вот красивым хрустальным подвесом так где моя стучалка зайти к чем стучу я и чем видят мои подписчики в чем я стучу по украшениям да так я надеюсь так я надеюсь в вашем регионе или где вы чтобы услышали звук они глубоко посажены поэтому звук так это нежно прекрасно хрусталь не верите как говорится чем я вас убеждаю что вот вот поэтому вот такая вот красивый чокер я надеюсь вашем регионе все же нету заморозков или вот такого ужасной погоды как у нас потому что вообще страсть божья это просто не что-то невероятное у нас от заморозков погибло 139 кустов не кустов а вот таких как она лоза я правильно называется папа меня разводит виноград и и уже такие такой который в этом году должен уже цвести заплодоносить его там на этим придает это все труд вот но это все просто смерла конечно из-под низа почки пойдут но блин это так обидно что просто ничего не сказать о счетом сколько все всего там по мелочи по мелочи это это в кавычках конечно я говорю это просто кошмар поэтому люди которые работают на земле люди которые имеет свой огород я вообще сочувствую очень потому что это просто какой-то кошмар зима мы эту пережили что сейчас это вообще какой-то невероятный так но это брошь наверное будет многим знакома это сара ковентри я не сейчас не вспомни название ничего поэтому красивая брошь зеленым кристаллом кристалл стекло дальше вот здесь вот такие вот я не знаю хрусталинки это или стекло потому что стучать очень тяжело потому что они там это здесь в каждом лепестке по 3 перестали к 1 побольше посередине и 2 по краям поменьше вот едва по краям поменьше поэтому так мне нельзя мне очень импонирует это брошь хотя я крайне спокойно как вы знаете отношусь к к изделиям от бренда 40 мне как-то даже написали вы как-то плохо относятся нет я неплохо не хорошо не отношусь я не при я у меня есть бренды которым я отношусь спокойно то есть нет я не бьюсь в корчмах или когда мне пишут если не знаю что брать покупай сару узнаете если не знает что брать не покупайте ничего я всегда скажу вот и все а если знаешь что брать только за покупать то что хочется сердце они потом уговаривать себя что тебе это нравится так мои милые дамы неожиданный лот но все-таки неожиданная вернее позиция я называю это кольцо к ну кстати безразмерная в очень хорошем состоянии я называю черная вдова в нем как вы уже по поняли есть секретик она открывается кстати она не такой уж плотно если так рукой дрожать тут нет ни магнитика ничего чтобы она закрывалась плотно просто вот такая вот хреновина который открывается так хорошо не сидеть она у нас маркированная там написано сейчас селебрити дай бог памяти еще с фокусом еще с фокусом да селебрити это у нас кстати тушка это паука поки мы знаем с вами это к деньгам поэтому как сказал мой муж когда я выбирала это ягод ну знаешь раньше такими кольцами в средние века очень удобно было оттравить вы сами знаете серебряный век ой серебряный простите средний века это такие века отравителей даже на всемирной истории ядов есть такой вот и вот такие кольца пользуюсь успехом так вот бим и ты король но потом про смотри чтоб тебе тоже бим вот так вот не сделали это или кто-то уже другой король от тебя поедают какие-нибудь кладбищенские черви вот поэтому вот такая маль да есть а грехи вот они ну как говорится это винтаж детка вот вот такое кольцо мой муж не будет моим мужем он сказал классное кольцо валидол можно прятать так что девоньки можно спокойно надевать его на всякие собрания на всякие то там если что валидол прячется прекрасно по версии моего мужа прям так можете сказать так дальше дальше хочу показать вам крицы у нас когда-то был желтый набор колье и клипсы вот это у нас вот да в данном случае набора нет но у нас есть клипсы а в другом цвете это люцид джуль это джулианом покупал своего коллекционера сразу это хрусталь это у нас они мокренький еще я тупому по моему стекло девчонки на зуб быстрее да по моему стекло вот а а вот это вот это хрусталинки уж этих я точно знаю вот вот в общем такая вот потому что очень тогда входил моду ведь как у прям люцид и со всеми вот такими делами вот там как-то он пестрый люцид назвался не знаю забыла честно немножко хамелеоны камни потому что так при при свете дня это больше похоже на пыльную розу сейчас они больше похоже на персиковый цвет очень удобные в носке уж поверьте мне человеку который клипс в принципе не может носить вот а поэтому вообще клипс джулиан и очень кстати удобно очень так поэтому вот так вот что у нас это было это браслет у нас не было а посмотрите какая красота это сразу горит цепочка оберега хотел сказать цепочка берег в принципе да есть такой вот момент а мне нравится вот эти солнышки которые сделаны ну да это похоже на солнышке и вот так вот посмотрите тут он просто такое ощущение не ношен не брошен был правда очень долго искала маркировку думаю вот здесь вот стеса на это что-то маркированное а нет и нашла небольшой не знаю изъян не изъян вот явно что как бы этот браслет любили носили но как верится видимо очень хорошее позолото и очень хорошее вообще качество потому что вот где-то лапки сохранились где-то нет и камешек перри посадили на клей но посадили аккуратно не папе не по-американски может даже вот поэтому я вам честно говорю вот где то есть лапки где-то нет это но очень хорошо приклеена кстати кристаллы это это хрусталь а я просмотрю не могут быть некоторые мокрые потому что я только только помыла их только-только поэтому поэтому сейчас не очень удобно будет смотрится на руке шикардос сразу увесистый не неудобно тут замок гаража но это когда вы понимаете вот это заезжает вот такая вот красота так туалетная бумажка а как же без нее все точно мыло и даже утирала лет на башку все дорогая да так что все нормально в кадре все смотрится так и вот такая вот красота кстати вас поздравляю с введением таможенного лимита из подорожания украшений нет вот этот выпуск я еще из старых запасов делаю так что выдохните а вот следующий вы не бойтесь не бойтесь как говорится по первости она страшно потом там четко как неприятно потом привыкаешь и как же кх же как жкх на каждый год же дорогая там где-то куда же счет отдает тем более что сразу на 15 процентов показать что замок рабочий слышали звук и вот такой прекрасный браслет как вы видите каждый из них как вы видите при желании можно что-то тут раскрепить если он вам большой вот такая вот цепочка она здесь получается в делу но на века нам там такой замок то мне кажется драть будешь не сдерешь и очень-очень от напоминает мне австрийские кристаллы хоть убей да и дизайн принципе похож но но маркировки нет маркировки не значит не верим мы вам что вы австрия все так делом и что дальше дальше у меня знаете я не хотела включать показ эту брошь но мне почему-то в какой-то последний момент она не так под как тот за душу взяла это как брошь от компании бск здесь написано и сейчас my father lady fire на горящее что леди получилось вот в общем какая-то моя леди чё саш моя огненная леди его и в тебе лежать надо идти смотри за ним просто периодически смотрим друг на друга за потом вот здесь резинка вставлены маленькие 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 кристаллы да и тут слепой не заметить что явно со временем эмаль кое-где ушла в небытие но знаете она от этого вот нифига не хуже не стал не стало хуже она какая-то вот аутентичное все равно вот этот вот старомодный букетик я не знаю ну давайте скажем что это не забудки пусть пусть потом все равно напишите что я не права поэтому хрен с ним будет пусть не забудки вот она такой такой старомодный но при этом в нем что-то верит а какой-то такой вот знаете ностальгическое ностальгически прекрасным воздухом вы знаете когда вот неожиданно ты возвращаешься в места или ты в другом месте но у тебя достигает запах чего-то знакомого из детства и ты вот вот это вот ностальгии ты вспоминаешь и вот это брошь мне вот что-то напоминает из детства из ностальгии вот она такая ностальгическая то что у нее там и вот здесь эмали не хватает или здесь и вот знаете это как брошь память больше я и решила включить показ потому что она такая приятная она вот действительно вот знаете не кричащая красота с с душой да будет вот такая смешная брошь и горы на сегодня такой очень солянистый показ это я простите в породах собак совершил я знаю шпицу и знаю у хасок все это потому что мефодика на хаску похож на лифк вот здесь написано пье это это пес на пье вот такое интересное у него красивый кристальный ошейник вот такой вот капелькой и как мы видим ну почти объемный к так сделал и глазик черный кристаллик вот так золото очень красивое все позолоченное покрытие тоже папку не видно все закрыто и в каком прекрасном состоянии вы тоже видите вообще замечательная брошь редко мне нравится брошь и животные обычно как-то их топорно немножко делает вам не кажется как-то немножко отдает вот мило 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 и это как-то вот для души что приятно так давайте дальше она здесь вот явная австрия австрия да тем более маркированная давайте сделаем наезд австрия австрия так что здесь интересно все первых это хрусталь во вторых посмотрите какие интересные кристаллы в моей книжке по кристаллам да у меня есть такая вот эти кристаллы иногда именуют клешни микроба я не знаю почему так ну во первых ну во первых я конечно понимаю почему видите это не просто кристалл навета это вот такой вот изогнутый немножко кристалл навета с одной стороны короче с одной стороны кристалл навета поправился все объяснила и вот видите когда это все вместе это очень интересно но то что это хрусталь мне даже на качестве не надо лупить они мелкие слишком поиграть можно очень интересная на самом деле веточка необычная очень как видите не тут нету вообще капли аврора бареалис но переливается блестит просто офигенно и мне это нравится так раз я сказала не капли аврора бареалис значит надо вдарить аврора бареалис вы посмотрите какие клипсы от джулиана большие да кажется что все ухо отвалится жизнь потеряется нет это очень удобно такие вот клипсы это вот такая называется застежка лопата слушаем отлично они очень удобны в носке это все хрусталь о коллекционер свой покупал поэтому носки они не были вот посмотрите слушаем отлично работает даже если вы не можете носить прекрасно как можно как две маленькие броши носители как два дресс-клипа посмотрите какое качество просто кристаллов мне даже я даже не буду там хотите сомневаться что это мимо мне там не хрусталь сомневайтесь говорится дело каждого я не против сомнения тоже имеет место быть так дальше ой необычная брошь на сегодня так смотрят тоже это у нас талецкая чеканка испания дорогая любимая испания там было восемнадцатом году вот очень понравилось я в смысле отдыха вот и это талецкая чеканка с нанесением эмали то есть эмали здесь такая втирочная так скажем как мы видим весь вот вот этот рисунок он золотым так и остается а вот в само углубление нанесена голубой у нас садик я не знаю как это не карета но уже повозка так скажем хлыст пока он подгоняет лошадь скотина вот его наоборот вот такая белая эмаль это у нас вот как раз от повозки от этой колесо идет колесо кстати крутится никуда не тут никуда не выпадает там она закреплена и вот такая вот повозка а вот здесь есть мы маркировка там написано спейн сейчас написан сперва тормашка спин и надо иголка подозревал под издевался явно кто-то но это поправить не трудно это круглогубцами надо минут пять посидеть выровнять и все будет а так посмотреть вообще в великолепном состоянии сказал что колесо закреплено вот сами видите вот это вот все расширено колесо никуда вот ведь я как делаю ни хрена никуда не денется очень очень здорово вот в этой броши прям чувствуется динамика правда вот на колесницах куда-то мужики как всегда несутся так мои леди сейчас стимати вспомнился мая леди в этом тусан трупа и брошь классная это как не сегодня обычно брошь это ни хрена необычная брошь сейчас скажу почему но первое это понятно это хрусталь вот это все это хрусталь сразу говорю это не белый цвет это а такой нежно нежно серый так скажем а вот это нежно оливковый цвет да здесь вот все в лапках закреплено и а башки тоже вот смотреть цветочек и каждая музыка из закреплен в лапках очень сложная работа вот таких брошей составных потому что во первых каждый элемент и так камень надо садить во вторых его надо усадить на металл потом этот металл с паять так и все это сделать или отлить чтобы это все не было видно вот такие броши это очень очень сложная ювелирная именно ювелирная работа поэтому когда вы их не недооцениваете мне очень горько потому что одно имеет эти броши во первых лет сломать но есть тут конечно ты сидишь с консервным ножом и пытаясь там это ты сама что угодно вижу понятно ума много не надо сломать вот но посмотрите как и какие они к в каком состоянии они от нас доход к нам приходят это шестидесятые годы и вот посмотрите это просто же великолепие просто великолепие кстати это брошь и есть просто в большом варианте я знаю уже деле это какая-то маленькая и не маркированная ну маленькую там не можем там чистого там сам цветок состоит вот таких вот кристаллов вот такой большая большая это вот я брошь точно знаю это вот такая вот маленькая брошь так скажем маленькая да удаленькая сейчас секундочку я чуть-чуть приподниму пространство что не хватает приподняла сейчас уберу лишние провода короче в общем сделаю 1100 тела и продолжим продолжим мои котятки так уход спать и штору впендюрилась пока брошь брала нормально в общем так ну это у нас классика жанра брошь венок брошь кольцо от джулианы прекрасно станет прелест просто прелестно как вы посмотрите аврора бареалис вообще себя ведет просто шикарно 10 везде открытые кристаллы покупала своего коллекционера здесь посмотрите здесь есть центр так здесь сразу здесь ничего не отломано показываю и джулиан здесь никогда не бывает симметрии то есть она есть вот и вот здесь ничего уже лепить не надо вот это хрусталь кристалла большие поэтому слышно хорошо а вот здесь есть центральный элемент хотите вот так носить вообще вам никто вы хотите вот так вам вообще никто слова не скажет что не подойдет что-то говорить скажите а от меня они отменут вот вот такой прелестный венок ой прям знаете я как-то вот прям на днях ела мед купила в красном и белом нарезку сырную а там оказалось я даже не видел под этикетка маленькая такая знаете немножко меда типа туда можно макать сыр и там чуть-чуть орешков еще не самом и вот там он был вот вот такой цвет меда вот просто прозрачный обалденный мед ненавижу серьезно терпеть не могу но вот это я съел с удовольствием я не знаю может он химозный поэтому я так понравился я не знаю вот но вот цвет один в один такой вот прям вот ну тут тот еще сильнее даже просвечивал я все-таки это стекло это вот прям вот замечательно в общем рассказала что поела и в общем с крисом про кристалла сказал молодец умничка почти все право сделала так дальше дальше посмотрите какая интересная брошь викторианском стиле вот такой у нее здесь вставка она старенькая достаточно я дам ей минимум пятидесятые года вот судя по застежки по ушкам вот этим а вообще по выплавки по самой всего вот этой всей штукенции вот а красивая огранка кабошон посмотрите как это все просвечивается и это брошь к секретам с каким сейчас можно для этого мне надо как минимум покачать наш самом деле над ногу с тапками тащить она туда прилипла поганка и ноги у нас прилипает живой человек вообще прикиньте живой блогер с вами уже наверно поняли что здесь будет урановое стекло но так как вы его плохо увидите сейчас я ставила здесь можно выключить был не знаете вот так у нас сейчас обычный свет и сейчас я посмотреть вожу то есть резинку у нас огранка кабошон и вот такой прозрачный а вот эти маленькие кристаллы у нас не что она как урановое стекло кстати нас тут никто не пропалится больше не давайте светонем не все такие же остаются самый прост никто еще до этого в ковентре не светил эту пшете вот эту рано он стеклом загорается и тут сразу как мне нравится сара кадре когда не знаете что брать берите сару ковентри да нет одна у нас уранка включаем на подсветку чтобы могли это все видеть делом я убираю наш светильничек маленький даленький и вот такая прекрасная брошь у нас есть с вами рада ли я эту да не сказал так а вот все интересно интересно давайте начнем с брошь которая у меня была уже в показе но другой цвет был розовый сейчас зеленый вот такая ветка очень красиво очень прелестно просто смотрите какие как у нее все кристалл открытый закрытый все прям от у коллекционерства покупала в зеленом конечно смотрится потрясающе еще тем более на лето хрусталь здесь просто поет звенит вот вот здесь вот 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 есть небольшая шероховатость по это получилось потому что когда ехали ехала чуть-чуть стесался вверх жемчуг жемчуга всегда так чего-нибудь с этим жемчугом не так вот я не стала ничего клеить ничего мудрить даже здесь это все незаметно потому что сейчас это все выставлен свет и прочее прочее там совсем маленького он вообще не отломился а вот именно потернулась вот это вот перламутровая часть потому что вот так вот упаковали не очень хорошо это уже когда переупаковка идет на складе когда перед отправкой вот поэтому так бывает а так вообще посмотрите как это все играет у меня в руках и падает главное очень так грациозно очень красивая штука очень не знаю какой но я любуюсь такими штучками так ну дима ему давайте чем такой необычный щас как замутим так свое коллекционера я купила вот такую необычную брошь это естественно ну все что называется джулиан и все хрусталька и посмотрите как интересно здесь стилизованы цветы мне кажется это что-то типа тюльпанов сделано но все равно со мной не согласитесь поэтому пофиг вот такие вот разные вот такие интересные здесь решение листика и вот такая вот завитушка посмотрите в каком состоянии а это 60-е годы вообще просто и какой красивый цвет он не какой-нибудь вот сейчас вот сейчас при таком свете не через камеру оранжевый больше а так когда я вот его мыло чисто электрический свет был он желтым аж горел то есть ты немножко хамелеон немножко так а достаточно хамелеонистый цвет очень классный всем поближе покажу посмотрите вообще какая огранка какое все и вот такой листик нежная брошь красивая летняя посмотришь на нее думаешь и прям хочется в какой-нибудь поле прям по цветам бежать по желтым я не знаю у меня всегда фавори одуванчики да я люблю одуванчики кто любит одуванчики ставьте лайк прекрасницы это что вам я разыграю посмотрите какая брошь так это не маркированная австрия почему я говорю что не маркированная я когда вот эти барабарашек вот такой вот назову вы знаете его называют рога дьявола ну кто как называет вот вот такая вот такой баран когда это это я знаю точно что это не маркированная австрия посмотрите какое у нее сохранность шестидесятые годы это хрусталь сама же сдвинул сейчас будет меня колоть я уже знаю все это фирменное это должно было случиться вы понимаете но я поймал так кристаллики маленькие быть не слышно и вот такое прекрасное стекло а это стекло посмотреть какой кабошон и посмотрите как там просто целая вселенная ну и у меня четко сейчас это вот три это олег трио вспомнилось чумаков олег на и кто там еще там был ты господи саши скажи мне ты не необыкновенная чумаков олегный и которого ты тебе еще нравится да я не в смысле с который как поет по на йоту господи сам же любит этого писав сам забыл нет а кто со мной тогда лунную мелодию поет каждый вечер когда мы ездим кататься он 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 просто деться говорит что у него голос нет голос чудесный вот вот такая вот и вот посмотрите здесь мало того что тут целая вселенная в этой целой вселенной еще как будто еще кусочек да блин что я тут еще как будто целый океан видите вот внутри как будто еще какие-то волны сделаны хотя хотя все гладенько посмотрите все гладенько офигенно просто это невероятно и все еще от тени нова такими прекрасными хрустальными кристаллами все покрашены все с покрытием аврора бареалис извините вот ты должна лежать здесь одна такая вот так ну а у меня такой был разгоночный выпуск поэтому его я его выбрала именно формате солянки не стала там сразу бить красотой по нервам и и по почкам вот поэтому давай ну тут тоже простите не самая шелупень собралась поэтому вот такая вот у нас прелесть все есть маркированные маркированные австрийские какие-то у нас испанские американские щука может еще какие-то есть но они молчат и есть с таким короче устали по вкусу еще и перечисляю вас глаза есть вот вот такой вот замечательный лот я если вам что-то понравилось естественно пишите мне вайбер ватсап telegram это еще по старым ценам вот это здесь все плюс к тому что еще если вам вообще что-то вы хотите высказаться о чем-нибудь то пожалуйста я всегда рада услышать это в комментариях иногда чисто физически я не могу ответить на всех но как говорится своим авторским лайком я всегда показываю что я прочла ваш комментарий они прошла просто мимо него ну и естественно у нас сегодня много преобладала и всего такого вот интересного и зеленого и не всякого такого вот не короче вот это будет выигрышная брошь вот такой необычный цветок тут и багеты и вот здесь вот внизу вставлено такие вот кристаллы и вот такие вот красивые очень одного камешка нет я вставлю сейчас только что увидела видимо мыло и это потерялся ничего страшного белых кристаллов у меня какая-то забыли много вот такой вот очень интересная брошь прекрасном состоянии даже не смотрел маркированная не маркированные заметить кричить если нет то не кричить вот вот такая вот прекрасная брошь и мне нравится кое-где включено а бы такой очень деликатным остальных нету и вот такой вот это все очень приятное знаете прям олицетворение нынешние и зелень и мороз одновременно это будет подарком для той или того кто подписаться под подпишется и кто еще не подписался кто не подписался на паузу поставили нашу нажали колокольчик вот спасибо огромное мне очень приятно что вы это сделали вот и поставить лайк под видео и напишет положительный или нейтральный комментарий за 7 я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго и я рада вас очень снова с вами встретиться и еще раз поздравляю что у нас теперь так много надеюсь нас станет еще больше я очень соскучилась и надеюсь и вы тоже по мне я желаем всего вам самого-самого хорошего чтобы у вас все было хорошо всех благ вам с уважением ваша яна всего вам самого-самого доброго пока пока